Добрый день! Сегодня мы наконец-то рассмотрим Megaminx от Dayana. Dayan Megaminx V2M. Коробочка черная, симпатичная, пятерка. Почему-то на китайских упаковках часто встречается цифра 5, как пятислойная главоломка. На MGC вообще огромная пятерка была. Наверное, так нужно. Магнетик 5C Megaminx. Что удивительно, на нижней стороне есть много английских слов. Здесь адрес указан. Производитель Dongguang Dayan Toy Technology. Модель 53093. Открываем. В таком вот пакетике сам Megaminx. Пока отложим. Вот такая здесь подставочка красивая. Ну и коробочка с аксессуарами. Посмотрим, что в ней. Здесь мешочек. Dayan. Дополнительные пружины. И отвертка. Напишите в комментариях, куда отправится эта отверточка. Дополнительные пружины мне не пригодились, поэтому пока полежат в коробке. Мегаминкс у меня уже давно. Тестирую его не первый месяц. И вот пришло время высказать свое мнение. Ну, для начала, немного технической информации. Dayan V2. А где же V1? И вот первый Мегаминкс от Dayana. Он настолько древний еще был в те времена, когда первый Мегаминкс из Шэнк Шоу. По-моему, первый Мегаминкс с бортиками. С него все это пошло. И именно на вот этих старых моделях бортики были очень актуальны. Так как он вращается не так быстро, как современные. И бортики очень помогают. Здесь очень приятные цвета. И я хоть и предпочитал всегда этой модели другие. Время от времени иногда доставал просто в удовольствие покрутить. Ну и вот V1, V2. Значительно изменился внешний вид. Сравнивать строение я смысла не вижу. Прошло много лет. С релиза этой головоломки до релиза этой. Поэтому он здесь для фона постоит. Сравнивать будем в основном с другими. Здесь на фоне представлены различные Мегаминксы, которые достойны внимания. Ну, Dayan. Чисто как раритет. Это X-Men Galaxy V2 LM, YJ-YUHU 2M, MGC, GAN. До кучи просто X-Men V2M и Aohun VRM. Вот эти два до кучи. Этот для компании более-менее интересный. Вот эти три. Сразу отмечу, что я считаю Мегаминкс от Moïo, Aohun VRM неудачным. И больше к нему возвращаться не будем. Единственное, что у него хорошо, это компактный размер. Вращать его мне не понравилось. Очень слабые магниты. X-Men V2M вполне хороший Мегаминкс, но V2LM мне понравился больше, поэтому мы его тоже откладываем. MGC, Мегаминкс, на котором ставили национальные рекорды в России, всем хорош, но мне такой стиль вращения нравится не очень. И к тому же компания YJ выпустила модель получше, YUHU V2M, которая интереснее смотрится, получше крутится и стоит дешевле. Да и можно докупить черный цвет, что для меня большой плюс. MGC всем хорош, но просто не для меня. Он до сих пор актуален и на нем можно собирать очень быстро. Из оставшихся Мегаминксы, которые актуальны для меня и по сей день. YUHU V2M это Мегаминкс, который, наверное, идеален для начала знакомства с этой головоломкой. Стоит очень недорого. Вращается отлично. Хорошо смотрится. Есть черные детали. Можно докупить глянцевый пластик. Все замечательно. Единственный для меня недостаток, он слегка крупноват. Я привык к размеру ребра поменьше. Здесь 33 мм. В итоге я его всем рекомендую, но сам собираю только иногда. Основным он у меня не будет. V2LM, Мегаминкс, на котором я много соревнований прошел. Также с черными деталями, которые есть в комплекте, докупать не нужно. Размер грани 31,5 мм. Всем хорош. Актуален до сих пор. Мягкое, комфортное вращение. Достаточно контролируемое. Я давно не собирал. Я делал несколько сборок. И понятно, что его надо бы и почистить, и добавить смазки. Он будет вращаться получше. Но для меня он отходит на второй план. Ган и Даян. Ган размер ребра 30 мм. Даян 30,5 мм. Такое же, кстати, как у V2LM. Стоит отметить, что вот эти два Мегаминкса чем-то похожи. У них нет ярко выраженных ребер. Здесь такие вмятинки. А здесь слегка что-то выступает, создавая иллюзию ребра. Но этого бывает достаточно для зацепа. Примерно одинакового размера. Ну, у Даяна пластик глянцевый. А у Гана изначально сильно матовый. Но после определенного количества сборок уже не такой. Кое-где даже глянцевый. Чтобы не тянуть резину, я сразу скажу, что Даян 2М для меня сейчас наиболее предпочтительная модель Мегаминкса. И он явно будет моим основным на ближайшее время. Пока не выпустят что-то более достойное. И не говорю, что вот эти три сильно хуже. Просто этот мне понравился больше. Давайте его повращаем. Цвета комфортные, приятные. И пластик изначально глянцевый. Матовым он не был. Логотип золотой. Даян. Но эта наклейка не напечатана. Уже частично отрывается. Я, конечно, не отрывал. Но возможно, что это лишь пленочка. И под ней будет напечатано пластике. Не проверял. Кто знает, напишите. Вращаем. По смазке. Я изначально добавлял сюда белую мору. И все было хорошо. Но Мегаминкс настолько быстрый, что спустя сборок в 500 я решил попробовать добавить густой смазки, а именно синий ган. И мне это дело понравилось. И с тех пор я смазываю только синим ганом. Примерно раз в 50-100 сборок. Происходит. Ну, как Мегаминкс сам требует. Быстрый, четкий, хорошо контролируемый Мегаминкс. Как я уже когда-то рассказывал в видео про Гухонг 4М, у меня были некие опасения по поводу того, каков будет этот Мегаминкс. Мегаминкс отличный. Я не скажу, что это идеальная головоломка. Но достоин здесь явно больше, чем недостатков. Давайте сделаем сборочку. Посмотрите на кручение. И как оно вообще все движется. Так, собираем звезду. Собираем первую пару. Вторую. Так, фиолетово-желтые. Синя-желтые. Так, и... Так, первые два слоя готовы. Собираем. Промахнул все. Дальше. Я собираю Вестландом. Считаю, что это более рациональный способ. Тут каждый выбирает свое. Так. Еще одно. Так. Ну и заканчиваем. Первые четыре слоя. Выходим на OIL. Так, и расставляем ребра. Ну и кривол, который я не помню. Все. Примерно так это работает. Все отлично и хорошо. Перед записью этого видео я снял на камеру где-то сборок 10. Лучше из них помещу в конце. Но, что грустно, мне за тысячу сборок, которые я успел сделать на этом Megaminx, мне так и не удалось преодолеть отметку минуты. Я даже сингл не обновил, который у меня 1.01. Можно на канале видео поискать как раз на V2LM. Также я перед записью анбоксинга пособирал на камеру и обновил сингл. Здесь мне не удалось. 1.02 были вот такие сборки. Вот лучше из тех десяти, что я сделал. Сейчас 1.05 было. Но зато за эту тысячу сборок я обновил сотку. Она теперь минута 17. Что на 5 секунд меньше, чем было до этого. Была минута 22. Не помню точно на какой модели. Но вот GAN, V2LM. У них примерно там 1.22. Что-то такое было. Здесь стало минута 17. Ну, уверенно, меньше, чем минута 20. И это меня радует. Учитывая, что AVG5 на соревнованиях у меня минута 18. А это значит, что сотка у меня сейчас лучше, чем AVG5 на ВЦА. И это хорошо. Учитывая, что совсем скоро будет чемпионат в Богородицке. Где я хоть один день, но все же поучаствую. Там будет Megaminx. Быть может, я покажу какой-то приемлемый результат. Главное обновить свои результаты. По крайней мере, я постараюсь. Бороться за какие-то призовые места, конечно, будет трудно. Учитывая, что финал я если и пройду, то на него не останусь. Вернусь там вов. Но я не ограничусь вот этой тысячей сборок и продолжу тренировать Megaminx до чемпионата. Он будет 29 мая. Немного о недостатках. Во-первых, нет возможности заменить серый цвет на черный. Я очень люблю Megaminx с черным цветом, поскольку владел когда-то знанием всех ОЛЛ со звезды. И на черном цвете мне определять эти ситуации легче. На сером не так. Из-за того, что у меня перед этим был ганн с таким же серым цветом и потом я крутил тысячу надояния, я некоторые наиболее корявые ОЛЛ подзабыл. Более того, я подзабыл некоторые ПЛЛ, которые когда-то знал. Но все равно, даже лишившись некоторых полезных алгоритмов, которые я так и не стал вспоминать, я улучшил среднее время и это хорошо. Но если бы была возможность добавить сюда черные детальки, было бы гораздо лучше. Еще из недостатков, незначительных, здесь возможен флип углов. И поначалу, когда Megaminx вращался не так плавно и мягко, как сейчас, встречались какие-то мини-лакапчики, которые сбивали при сборке. Но спустя сборок 200-300 все это прошло и стало вращаться просто отлично. Но поначалу чуть-чуть есть, этого не пугайтесь. Ну так вот, когда были вот эти лакапчики, на ПЛЛ иногда получалось флипнуть уголок. Так как сама головоломка сделана очень хорошо, флип исправить не так просто. Если так случилось, что флип произошел, перед тем, как остановить таймер, надо же уголок вернуть на место и это бывает не всегда просто. Но если к Megaminx привыкнуть, то флипов практически не бывает. За всю тысячу их было штук 15. И то в первой половине. Да, я на Megaminx далеко не всегда перед записью видео делаю тысячу сборок. Но здесь что-то я вошел во вкус. Торопиться было некуда. И я открутил эту тысячу сборок с удовольствием. Также стоит отметить, что если вдруг в помещении холодно или сохнут по каким-то причинам руки, то величина вот этих вот небольших ребер, которые здесь есть, может показаться недостаточной. Часть моих сборок пришлось на то время, когда на улице было еще холодно, но отопление уже отключили. И в квартире было прохладно. И вот сухие холодные пальцы иногда соскальзывали. Ну, проблема решается. Просто комфортной температурой, либо какими-то другими мероприятиями. Сейчас, когда все нормализовалось, никаких проблем, все хорошо. Ну, грех не показать углорез. Он есть. Я не знаю, сколько градусов. Но он есть. Мертвая зона тоже есть. Ну, вдруг кому-то это было важно. Для интереса, как выглядит ребро. Оно из цветного пластика. Никакого здесь не окрашенного. Такое продуманное, тонкое строение. И вот так вот выглядит уголок. У него цветная часть из трех деталек. А ножка отдельная деталь. Причем, на разных уголках ножки разного цвета. Вот это не грязный белый пластик. Это бежевый. Также есть любых других цветов. Зеленые там. Ну, я все не проверял. Но они разноцветные. Вон внутри виднеется белая крестовина. Это Дайан. И по старому поверью, принято, чтобы Дайан попал. То есть, из него вылетали элементы. За более чем 1000 сборок этого ни разу не произошло. Дайан – это компания, которая сделала хорошую трешку. Хороший Мегаминкс. А трешку и не одну. Сейчас и Дайан Тинг Юн. И второй Тинг Юн. И Гухонг 4М. Отличные модели. Все еще актуальны. И сейчас еще начали продавать Дайан Жанчи Про М. Топовый Куб 3х3. Посмотрим. Скорее всего, приобрету. А это отличный Мегаминкс. Который среди всех имеющихся у меня сейчас, несмотря на свои недостатки, на первом месте. Еще один недостаток, который стоило бы отметить. Это его цена. Здесь нет регулировки магнитов. Здесь нет съемных гаек. В комплекте есть запасные пружины. Не думаю, что это сильно поднимает цену головоломки. Но в России он стоит около 2500. В Китае можно найти где-то за 25 долларов. По сравнению с Юху 2М, который в России менее 1000 стоит. Это, конечно, дороговато. Кому я могу посоветовать этот Мегаминкс? Всем тем, кто владел Galaxy V2LM или другой подобной моделью Ганом, и хочет чего-то другого. Да, Даян интересный Мегаминкс. И он точно не оставит вас равнодушными. Если же вы покупаете первый свой Мегаминкс и хотите просто что-то очень хорошее и недорогое, то вам Юху 2М от компании YJ. На нем можно собирать и на мировом уровне. Гораздо быстрее, чем это делаю я. Но стоит он очень дешево и у него есть черный цвет. Это, конечно, большое преимущество. Хоть он и немножко крупноват, если ваш это первый Мегаминкс, он вам точно понравится. Какие-то немагнитные модели я вообще брать не рекомендую. Они стоят на 100-200 рублей дешевле, но они в разы хуже. Есть еще бюджетный Мегаминкс от Sengso, но он явно уступает за те же деньги Юху 2М. Из топовых есть сейчас три. Топовых я имею в виду более дорогих. Galaxy V2LM, GAN и Dayan V2M. Все хороши, но я выбираю Dayan. Подождем, быть может, через год выпустят V3 или какой-нибудь Мегаминкс TengYun. Все может быть. Начало очень хорошее. Это первый Мегаминкс от компании и он очень удачный. Я оставлю в описании ссылки на продвинутый метод по сборке Мегаминкса. Возможно, кому-то пригодится. Ну, OLL, PLL. Как делать побыстрее. А на этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...